Долгие годы имя блестящего художника из Одессы было забыто. Весь мир знает его сына, писателя и поэта Байлиса Пастернака. Исторически сложилось так, что тень гениального сына заслонила не менее гениального отца. Но это только по той причине, что советская власть и фашистская Германия стремилась стереть имя Леонид Пастернак из истории. За что? За то, что он был личным художником Льва Толстого. За то, что ему позировал Эйнштейн. Философ Николай Федоров. Поэт Рильке. Ключевский. Композитор Антон Рубинштейн. И так далее. Список написанных им портретов великих деятелей культуры можно продолжать и продолжать. Но уже этих имен вполне достаточно для того, чтобы попасть под статью «Измена Родине». После чего последовало фактически полное стирание его имени из истории. Леонид Пастернак с детства любил делать быстрые наброски всего, что видел вокруг. У него была врожденная страсть – ловить важное мгновение во времени. В наше время он определенно стал бы успешным фотографом. Первый крупный заказчик маленького художника был местный дворник, который просил делать его зарисовки на охотничьи темы. В будущем всемирно известный художник будет ласково вспоминать дворника, как мой Лоренцо Медичи. Потому что он платил Пастернаку за каждую картину по пять копеек, которую маленький художник тратил, конечно же, на конфеты. И это очень важная деталь творческой биографии художника. Ведь родители Леонида Пастернака были категорически против того, чтобы он становился художником. Они видели его в респектабельной профессии юриста или врача. И дело доходило даже до того, что Леонид Пастернак тайно обучался рисованию у разных мастеров. Поэтому настолько высокая оценка человека со стороны оставила глубокую печать в его личности и придавала уверенность в том, что у него действительно есть талант к рисованию. И немалый. Потому что уже в студенческие годы местные журналы печатали его портретные карикатуры и острые жанровые зарисовки. Следующая главная ступень в жизни молодого художника – это служба в армии. Там одна из жизненных сцен настолько сильно впечатлила Леонида Пастернака, что он решает нарисовать картину большого формата. Письмо с родины. Удивительно, как ему удалось передать весь спектр живых человеческих эмоций. Эта картина настолько тронула коллекционера Павла Третьякова, что он купил ее прямо с Мольберта, еще даже недорисованную, чтобы пополнить коллекцию для своей всемирно знаменитой галереи. После этого Леонид Пастернак начинает активно и уверенно двигаться в сторону живописи большого формата. За несколько лет его мастерство возрастает. Илья Репин даже отправляет к нему учеников. Его стали замечать не только в России, но и за рубежом. Например, картина «Ночь накануне экзаменов». За нее Леонид Пастернак получил премию на выставке в Мюнхене. А Люксембургский музей в Париже приобретает ее в свою коллекцию. Вся Одесса торжествовала. Одесские газеты писали, что это исключительный случай. Ведь Люксембургский музей – один из первых музеев художественных шедевров. Выставляться в этом музее мог только очень большой французский художник. И картина Леонида Пастернака стала первой иностранной картиной в знаменитом Королевском музее. Более того, коллекционер ее настолько высоко оценит, что в дальнейшем сам музей будет заказывать картины у Леонида Пастернака. Закончив университетское образование, художник приезжает в Москву. Женится, рождается первенец. Будущий лауреат Нобелевской премии, писатель Борис Пастернак. Семейные портреты и зарисовки стали любимой темой художника. Взгляните, насколько мастерски он добивается мягкого и цветного свечения. Контуры линии резко превращаются в размытые колоритное пятно. Леонид Пастернак провозгласил себя первым русским импрессионистом. Его работы быстро раскупают. Он открывает в Москве одну из первых частных школ живописи с совершенно новым методом преподавания, как в Мюнхене и как в Париже, где и учился. Впоследствии училища живописи введут эту методику в свою программу. Пастернак сближается с бунтарским кружком Василия Поленова, куда также входил Валентин Серов, Левитан и Врубель. Участники этого кружка пропагандировали свободу в искусстве. На этом этапе в 1900-х годах Леонид Пастернак противоставляет себя движению передвижников, в котором ранее как бы состоял, но как-то не очень. Художники-передвижники, тоже бунтари, вели просветительскую деятельность против академической живописи, которую по традиции учат в университетах. Ну и все такое, это очень долгая отдельная история. Если говорить кратко, то Леонид Пастернак синтезировал опыт русской традиции с современными европейскими школами живописи, которые не идут дальше импрессионизма. У него был для этого достаточный уровень образования, так как все заработанные деньги он тратил на путешествия и на обучение на Западе. И в этом уникальность его стиля. На одной из выставок художников-бунтарей произошла знаковая встреча. Лев Толстой лично знакомится с Леонидом Пастернаком. Писатель признается, что давно следит за творчеством художника и приглашает его к себе в гости. Так рождается серия семейных портретов толстых. Кроме того, Пастернак стал одним из лучших иллюстраторов книг Льва Толстого. За иллюстрации к роману «Воскресенье» Пастернак даже получил медаль на всемирной выставке в Париже. Многолетняя дружба с писателем оставила неизгладимый след в жизни художника. Его даже стали называть «зеркалом Льва Толстого». И это действительно так, потому что вся жизнь Пастернака была проникнута толстовским учением, стремлением к нравственному, совершенству и правде в искусстве. Они оба считали свое творчество как некое переосмысление движения жизни, которое фиксировалось разными творческими инструментами. Один использовал слова, а другой использовал краски. У Пастернака совершенно индивидуальная и очень узнаваемая среди других импрессионистов манера фиксации впечатления. Он пытается уловить таинственный момент человеческого существования, когда повседневная жизнь переходит в состояние тишины, гармонии и мира. Он пытается передавать через живопись интимность и музыкальность, которую дает именно искусственный свет лампы или свечей. Картину толстой семьей в Ясной Поляне покупает князь Георгий Александрович, а другой князь Сергей Александрович лично утверждает кандидатуру Леонида Пастернака на пост профессора московского училища в живописи. Самое главное, что здесь нужно знать, это то, что Леонид Пастернак был более модернистом, чем другие русские модернисты, и при этом менее модернист, чем молодые модернисты. То есть, несмотря на то, что он по натуре своей был новатор и бунтарь, он вообще не догонял авангард. Он учился более в живописи, и одновременно с этим своим студентом, всяким там Малевичем с их черным квадратом, вставил жирные двойки. А это всех напрягало. Потому что Пастернак ни с теми, ни с другими, сам по себе. При этом все, конечно, считаются с его опытом и персонализмом. Очевидно, вот эту многогранность личности и балансировку на крови умышления и поколения и оценил князь Сергей Александрович, когда стал его профессором училища живописи. Но время идет. Настал 1917 год. Октябрьская революция. Гражданская война. Князей, аристократию и ближестоящих вырезают как класс. Семья Пастернаков по понятным причинам эмигрирует в Германию. В Москве остались только сыновья Александр и гениальный поэт Борис Пастернак, которого советское правительство и коллеги-завистники будут с особым удовольствием травить и подвергать гонениям. В Берлине Леонид Пастернак писал портреты крупных деятелей эпохи, науки и культуры, участвовал в выставках и в разных проектах. В то время в Германии было много эмигрантов из Советской империи и у них была идея создания русской среды на германской земле. Тогда же Пастернак уже на склоне лет очень сильно заинтересовывается темой евреев в истории искусства. Он очень много работает и выпускает большую монографию «Рембратт и еврейство» в его творчестве. И в придачу еще парочку альбомов про деятелей еврейской культуры. И это неудивительно, потому что Пастернак и сам был одесским евреем. К тому же он был стар и хотел успеть передать свои накопленные знания. Спустя несколько лет после выхода исторической литературы власть в Германии захватывает Гитлер. Как говорят итальянцы, Чесемпро Колькона коромпел на паладе Наталле. Всегда найдется тот, который забьет новогодний шар. Вступает в запрет заниматься живописью лицам неарийского происхождения. И разумеется, для такого активного еврея, как Леонид Пастернак, исход был только один. Леонид Пастернак сбегает в Англию. Третий рейх сжигает его исторические труды о евреях и воспоминания о Льве Толстом вместе с картинами. Одновременно с этим советская власть полностью убирает его имя из всех галерей и музеев. Заодно и часть его портретов также сжигается. Советская власть не запрещает его, а просто тихо отправляет забытье. Да и сегодня Леонид Пастернак все еще неизвестен широкой публике. О нем кое-как знают поклонники творчества его сына Бориса Пастернака. Эти воспоминания, что у нас есть, остались благодаря постоянному, упорному, буквально пробивному труду по воскрешению памяти о нем его дочками и внуками. Ну а теперь наша с вами очередь оживлять память о нем и знакомить широкую аудиторию с художником, который когда-то был мостом, первым русским художником в европейских музеях. Субтитры создавал DimaTorzok